Всем шалом! Рада встретить вас снова на девятой нашей такой встрече. И как обычно у нас, мы с чего начинаем, это с молитвы. Сегодня хотелось бы тоже в согласии произнести эту молитву и благословить вас всех также, кто сегодня будет в эфире и кто будет потом в записи слушать этот урок. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за эту встречу. Мы благодарим Тебя, что Ты усматриваешь всегда время, Господь, и высвобождаешь для того, чтобы дети Твои получали хлеб свежий, для того, чтобы дети Твои укреплялись, Господь, в Твоем теле. И каждый знал в Твоем теле свое место. Я покрываю кровью Иисуса Христа каждого человека, каждого Твоего ребенка, кто сейчас находится в этом эфире и кто потом подключится или будет уже в записи слушать этот эфир. Я покрываю кровью Иисуса Христа с макушки головы до подошвы, с левой руки на правую руку. Я покрываю наш дух, душу и тело и пленяю все наши помыслы в послушании Иисуса Христу. Я также покрываю кровью Иисуса Христа всех Ваших близких и родных, все Ваше имущество, Ваши финансы. Господь, мы закрываем глаза и уши птицам-шпионам, духам-шпионам и всему демоническому миру, чтобы они не слышали, не считывали, не сканировали, Господь, все, что будет сегодня высвобождено. И, Господь, просим лишь одного, Твоего водительства, водительства Духа Святого на эту встречу. Все, что Ты хочешь высвободить, просто используй меня в этом уроке для того, чтобы, Господь, Твоя воля, блага угодная, совершенная, она свершилась в сегодняшнем дне. Да будет это так. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, сегодня у нас с Вами уже девятая встреча, на которой мы продолжим тему духовной войны, о владении городами. И, как Вы помните, я делюсь своим небольшим опытом в духовной войне, своими свидетельствами, которые имею на данный момент. И двигаюсь в этом я уже, ну, три года будет в сентябре месяце. О чём мы говорили в прошлом, в прошлый раз? Мы говорили также о духовной войне, и что мы рождаемся на поле сражения. И нам необходимо научиться грамотно её вести. Научиться – здесь ключевое слово. Это процесс. Потому что я знаю, что я часто встречаю огненных таких, знаете, духовных людей, которые хотят сейчас, вот сию минуту, выйти там и навести удар противнику. Но если мы не имеем, не получили никакую стратегию, никакого плана от Духа Святого, как эту войну вести, значит, это война по плоти. И там никакого успеха не будет и никакой победы не будет. Это очень важно понимать. Потому что на предыдущих наших встречах мы с вами точно так же обсуждали, и, как вы помните, говорили о четырёх таких основных этапах. Когда вы молитесь за себя, первое, начинаете. Второе – за своих близких и родных, свою семью. Третье – это когда расширяется ваш шатёр уже, вы молитесь за братьев и сестёр во Христе. И четвёртое – это когда уже на территории вы можете выходить. Но это решает Господь. Не мы с вами, не мы, понимаете? И здесь очень важно этот момент всегда понимать. Только водительство Святого Духа. Тогда вы одерживаете победу, потому что это не вы идёте, а Он идёт через вас на эти территории. И грамотно именно это и есть. Когда вы получаете водительство Духа Святого, тогда и есть это грамотное водительство. Мы не сможем одержать в духовном мире ни одной победы, если нас с вами Бог на неё не посылал и не выдвигал. Это тоже важно. Вы можете вести, начать, конечно, вести это прежде всего со своего дома, безусловно, потому что без этого и выходить на войну нет смысла никакого. Важно понимать, что Господь всегда делает всё на опережение врага. У врага ничего своего нет. Он всё Божье просто переворачивает, помните, мы об этом говорили, извращает под себя свои разрушительные цели. Ибо Он пришёл украсть, убить и погубить, как написано в Иоанна 10.10. Мы говорили также о духовном Божьем спецназе. Спецназ идёт в тыл врага по водительству Святого Духа и совершает Божью работу, то, к чему нас Господь призывает. То есть мы чётко должны понимать стратегию, куда нас Господь ведёт. Следует всегда помнить, что же нам нужно с вами помнить. Что наличие зла не уничтожает город, а что его может уничтожить – это отсутствие добра в нём. Нам всем важно возрастать. И, безусловно, как вы помните, в слове написано тоже, «Если бы одного человека я хотя бы нашёл, который встал за эту землю, я бы её не погубил». И это, в принципе, обращение ко всем нам. Но это не значит, что я сейчас должна сразу выходить на передовую и быстренько там что-то совершать. Или, знаете, ещё тоже. Вот, допустим, мы здесь на этих встречах проходим инструменты разные. И, соответственно, вот этот ход, как стратегия, она есть, как скелет, она дана уже, как протокол, каким образом это действует. И многие берут это как за протокол и идут на территорию с этим протоколом. Но есть другие протоколы, которые актуальны именно для этого сражения, куда вас Господь посылает. И эти протоколы, они могут быть по-другому выглядеть, чем вот этот скелетный протокол. Понимаете, да? То есть другие инструменты вам может Господь давать, другую молитву вам может Господь давать. Совершенно по-другому двигать. И именно это другое, оно имеет силу, потому что в этом другом и есть Дух Святой. Жизнь в этом есть просто Божья, именно. И в этом есть победа. Это вот тоже такой очень важный момент. Нам всем важно возрастать и не стоять только в позиции обороны. Недавно говорила буквально, ну вот с некоторыми людьми, я понимаю, что многие христиане, они прекрасно понимают, вот они приняли, они полностью, как говорится, крещены Духом Святым, всё. И теперь что? Самое основное. Они приводят, евангелизируют и, соответственно, расширяют таким образом шатёр через евангелизацию. И слава Богу за них. Но есть ещё такой момент, я в прошлый раз тоже вам говорила, что лично ваше место в теле Христа. Кто вы? Мы все воины, но каждый на своей позиции. И вот это важно узнать, где вы воин, где вам нужно сейчас воевать, что вам сейчас нужно делать в настоящий момент. Потому что, когда только вы, драгоценные, приходите и становитесь учениками Иисуса Христа, приходите в Его школу. Помните, я вам говорила, как я ревновала и говорила, Господь, пошли мне своих учителей, для того, чтобы вот мой дар, все таланты, всё это раскрылось, и я вошла в своё призвание. Пошли мне этих учителей. Если вы будете так же молиться, я думаю, что Господь вам пошлёт, но это делается с верой, это делается с ревностью. Если у вас, опять же, вы понимаете, что вы не хотите просто так прожить здесь, просмотреть, как говорится, как всё вокруг, что происходит, и прождать момента второго присутствия Христа. Не для этого нас Господь сюда родил. Нас Господь и родил для дела. И у каждого оно своё в теле Христа. Вот это очень важный момент. Поэтому мы сейчас говорим о спецназе Божьем. Не просто там это пехота, это спецназ. Это люди, которые на передовой идут, стоят. Идут, выполняют работу и уходят оттуда. То есть точечные удары наносят по врагу. И Господь желает всё делать через дело своё. А мы его тело, а он наша голова. И вот какие обетования для нас тоже. Это во второзаконии, даже если мы возьмём, вот Ветхий Завет, там есть очень прекрасное место во второзаконии, 28-13. Господь сделает тебя головой, а не хвостом. Если, видите, есть слово «если». Если ты будешь внимателен повелением Господа, это значит связь с Духом Святым. Именно что Господь хочет через тебя сделать. Потому что там именно и есть место победы твоей. «И к повелениям Господа твоего Бога, которые я даю тебе сегодня, и будешь прилежно исполнять их, то ты всегда будешь наверху, а не внизу». Видите, тут такой момент, это и есть роста. То есть когда мы говорим «лидерами рождаются или ими становятся», опять же, это ответственность драгоценная. «Буду ли я только, например, стоять за свою семью, за свой дом?» И это прекрасно, когда я беру ответственность и стою за свой дом. Но если ты жаждешь и ты чувствуешь, что тебя Дух Святой побуждает расширять шатры, значит, их надо расширять. И послушание Богу, это иногда бывает непросто. Когда тебе Господь некоторые вещи показывает, и ты видишь, и ты думаешь, наверное, мне нужно пойти к этому человеку. И, вероятнее всего, у него какая-то слепая зона есть. И мне надо этому служителю сказать, что вот этого он не видит. И вдруг ты понимаешь, Господь тебе не для этого показал. И Он тебе говорит, если ты пойдешь, это будет непослушание. Я тебе просто показываю, показываю это все, эту картину. Сейчас ты просто должна научиться смиренно сидеть. Но если ты выйдешь, вот как я услышала, я накину тебе три года пустыни. Я рассказывала это на одной из наших встреч. Я поняла, что, о, значит, мне не надо. Потому что Господь сказал, это мое дело. Это я работаю с Ним. Я. А ты не надо за меня какую-то работу делать. Иногда бывает, что мы берем какую-то работу и делаем за Бога. Я не собиралась сегодня, опять же, это говорить, но для кого-то надо. Когда мы контролируем наших близких и родных, вот эта чрезмерная, знаете, забота, гиперопека, это недоверие. Недоверие, прежде всего, к Богу. Это очень важный момент, когда мы все отдаем, все свои сферы, и физическую, и душевную, и духовную, и экономическую в руки Бога. Вот этого Он ожидает от нас всех. Потому что когда Он видит, что мы пришли в эту позицию немощи, и мы понимаем, что мы не можем контролировать, мы только сами беспокойство вызываем, и потом мы просто можем разрушать отношения с нашими детьми, с нашими мужьями, с нашими женами. Причем неосознанно. Мы это не делаем осознанно. Мы это делаем неосознанно. Поэтому вот я для кого-то это говорю тоже, чтобы вы знали и посмотрели, какие зоны вы контролируете. Или там у вас конкретно на престоле сидит Господь, или я там сижу. Красивая такая. Да, я рассказывала, как я помню один раз, сижу на кухне, и, значит, смотрю, заходит мой сын младший. И так проходит, нездороваясь. Я сразу почувствовала атмосферу, что она какая-то не та. У меня пришло беспокойство, и я сижу и размышляю, наверное, мне надо подойти, что же могло произойти. И начинаю додумывать, знаете, это как ты уже, ничего не произошло, а ты уже как будто рисуешь какую-то картину, причем не божьими красками, совершенно не божьими. Господь тебе эти кисти не давал, эти краски не давал. Это дал совсем другой. Потому что обычно мы рисуем какие-то не очень радужные картины, бывает. И тут мне Дух Святой говорит, послушай, ты вообще-то мне веришь-то? Ты вообще-то веришь, что вообще у меня все под контролем, что я работаю с каждым отдельно? Да ставь это, мысли. У меня тут же ушли эти мысли. И такой шалом пришел на сердце, когда мы учимся доверять Богу. Он этого хочет. Он говорит, драгоценное, пока ты там контролируешь, я туда не вмешиваюсь. Пока ты вот не упрешься где-то лбом в стену. И когда ты не поймешь, что на самом деле это контроль твой, ни к чему не привел совершенно. Понимаете, с позиции шалома мы ведем войну тоже. Вот смотрите, когда, если есть какие-то душевные непорядки внутри, беспокойство или еще что-то, мы никогда не выходим на войну. Но с позиции шалома покоя ведется война. Война. Это важный момент такой. Ваш город, где вы живете, это живой организм. И мы на прошлой с вами встрече говорили также о том, что делают воины Иисуса Христа, то есть его дети, его тело. Слово говорит об этом, это ВСАИ 614. Сейчас я открою это местописание. Это самое основное, то, что, по сути дела, мы делаем, когда мы идем на территории, где раньше, ну, где находился враг, на высоты те же самые, на ворота, да, в вашем городе. Сейчас я об этом расскажу. И когда вы устанавливаете Божью власть там, Божью. Вот. И для чего это? Для того, чтобы мы пришли к чему. И вот Господь говорит, Исайя 61,4. И застроят пустыни вековые, это мы, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И это делаем мы, тело Христа. Вот это просто очень мощно, когда мы это понимаем. Мы говорили также с вами о том, что невозможно овладеть территорией, не связав сильного. Помните? И сильный может быть на территории вашей семьи. Это отношения с близкими, с детьми, с мужьями, с женами, с мамами, с папами. Допустим, разрушенные какие-то отношения тоже, да. Это отношения, также это позиция вот это овладеть территорией не только вашей семье, но и, допустим, ваш район. Ваш подъезд, то есть расширение идёт, да, ваш район, ваш город. Кто такой сильный? Это нужно знать. И чтобы он не имел в тебе, в каждом из нас, своей части. Иоанна 14,30 написано. Уже немного мне говорить с вами, ибо идёт князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вот мы в этом позицию и придём с вами, когда в нас ничего не будет. Но для этого мы можем только это сделать так, когда мы возрастаем и имеем общение личное с Духом Святым. Потому что он нас назидает, утешает, обличает. И тогда мы начинаем видеть вот эти, знаете, твердыни, которые в нас насажены не Богом. И просто разрушаем их. Просто разрушаем. Победа любит подготовку, как вы уже это знаете. И 99% – это подготовка, это получение стратегии от Бога самого. И 1% – это только войны. И всякая война начинается со взятия высоты. Эта высота может быть, как вы помните, и, так сказать, историческая, да, и также это может быть современная высота. Это, например, какие-то здания высотные и так далее. Это тоже высоты. Так что первое, что мы должны взять – высоту. Это, как вы помните, в любой войне, если даже посмотреть историю, да, водружали знамя, допустим, это на высоту. То есть чья власть пришла, тот и знамя свое ставил. Невозможно овладеть территорией, не взяв, не связав сильного. И сильный находится на высоте. Как мы ранее говорили, нужно связать его, этого территориального духа, на высоте через высвобождение Слова Божьего по водительству Святого Духа. Часто драгоценные, я что вижу? Мы, может быть, знаете, где-то каждый из нас не доверяет самому себе. То есть вот думает, о, вот этот служитель, у него такие мощные, такие огненные молитвы. А что я? Это не вы. Нам просто нужно, понимаете, настолько довериться, потому что мы тело его. И он через каждый уста может высвободить, только если мы доверяем и понимаем, дело не в теле совершенно, дело в вере, дело в вере в нашей. Потому что, да, как сказал Моисей, я косноязычен, да, видите, хотел перевести стрелки на своего брата. Но Господь сказал, ты пойдешь, ты выведешь. Поэтому здесь тоже есть моменты такие к нам обращения. И это обращение мы можем в тишине услышать. Потому что Дух Святой он говорит тихо. Но иногда он может говорить, повторять одно и то уже несколько раз. Через некоторые промежутки времени. Вот пример. У нас, допустим, инструменты, смотрите, разные могут быть. Помните, я говорила, и елей, которые мы можем пойти на высоту, взять с собой, и соль, и хачкары. Соль – это мы обычно воду осоляем, да? Это кровь Христа, это знамя, это камни с местописаниями тоже, с местами, которые мы можем точно так же воду, например, использовать. Это шафар. И вот теперь смотрите, и вы знаете, вот эта команда, вот они брали это, это, это. Значит, нам надо взять это, это, это. Это не водительство Духа Святого. Водительство Духа Святого – это когда вы доверяете, и вы понимаете, что вам нужно, но вы просто внутри это понимаете, что вам не нужно, например, брать в этот раз это, и тебе говорит Господь, ты есть соль. Ты есть соль. Вот буквально недавно я с одной сестрой вспоминала, как мы брали, обходили певческое поле, я вам это рассказывала, и закончилась соль у нас, реальная физическая вот эта соль. И я помню, что у меня такое внутреннее беспокойство пришло, страх, я думаю, мы же кольцо, вот это сольное кольцо полностью не сомкнём, а нам нужно было сомкнуть это кольцо. И я встала и слышала внутри себя, ты есть соль. И когда я это услышала, пришёл шалом, потому что ты понимаешь, ты понимаешь, тебе Господь это говорит. То есть если он говорит, значит, куда ступают стопы ног моих, там святая Божья земля, и там по умолчанию идёт осоление земли, потому что мы есть соль. И то, что вот другая сестра, которая со мной вместе обходила эту территорию, она увидела, она увидела языки пламени. Соль – это огонь. Соль – это огонь. И часто Ольга Дмитриевна говорит, что когда мы осоляем какую-то территорию, опять же, по водительству Духа Святого, то через эту соль, через этот огонь не может прийти ангел-губитель, не может прийти. То есть вы её территорию отделяете, там своего дома пусть будет, вот как у нас недавно свидетельство было со знаменем, помните, я рассказывала, когда человек обходил вокруг дома своего. И многие сразу, надо знамя взять, надо пойти со знаменем. Это было конкретно водительство Духа Святого для этого человека. Но у вас, может быть, Господь скажет просто, уйди, поверить тебе будет дано, обойди дом с той молитвой, которую ты услышишь в сердце своём. Поэтому инструменты, они могут быть разные совершенно. И по водительству Духа Святого, может быть, что Господь вам укажет, как Он хочет взять эту территорию через вас. И это будет, может быть, песня прославления. Вы просто будете прославлять Бога на этой территории. И только Его Святая Кровь, например. То есть вы возьмёте кровь, или, может быть, причастие к земле вы будете делать там. Я помню, когда только начинала в этом двигаться, я даже не понимала осознанно, не понимала, зачем. Я пришла на вот эту, ну, как это сказать, это как было такое пустое место, где раньше когда-то было еврейское кладбище. Оно было разрушенное уже, и его там не было, там был пустырь просто. Там была ограда частично какая-то, да, там была плита со звездой Давида. Всё это там было как бы. И я не понимала, почему. Причём у меня был такой огонь в сердце, просто я пришла туда и начала вечером поздно прославлять, петь просто, прославлять Бога там на этой территории. Просто ходила по этому пустырю. Я понимаю, что со стороны, наверное, это выглядело смешно, но мне было вообще наплевать, на самом деле, как это выглядит, потому что у меня внутри было понимание, что мне нужно сейчас там ходить. И после этого пришло восстановление этого места. И это не просто место восстановлено. Там просто сделали как памятник. Но там поставили качели, там поставили, знаете, скамейки. Туда приходят дети с мамами. Это просто удивительно что-то, знаете, вы видите просто жизнь, как приходит, когда ты делаешь в послушании то, что тебе Господь говорит, потому что только там победа. Не в нашем, не в нашей плоти, что мы пошли, мы тут такие воинственные, я сейчас как гряну, так все враги попадают. Нет, иногда это бывает просто радость. Господь такую радость, я вам расскажу сейчас, как у нас это было тоже один раз, как это было. То есть разные инструменты могут быть. Вы просто ходите и не выходите, пока вы не получили стратегию. Четкое водительство Святого Духа для каждой ситуации, военных действий. Конечно, есть определенные вещи, которые я вас угождала ранее, что мы никогда не торопимся прежде всего. Мы получаем стратегию от Бога. Если показал Господь вам уже какое-то место, например, или название улицы, вы понимаете, что это название, его надо переименовать эту улицу. То, соответственно, ждите дальше дальнейших инструкций. Он укажет вам, покажет, что нужно делать. Третье – это мы лишаем врага вот этого сильного территориального духа, легального основания на этой территории, на высоте. Опять же, по водительству Духа Святого. И мы говорили о конкретных шагах на восьмой нашей встрече. Я еще хотела сказать, буквально недавно я слушала, это было, по-моему, Нехуштан, да, говорил Капкан Нехуштана, это говорил Юрий Кузьмин об этом. Там очень интересные такие моменты были, они очень полезны для воинов Иисуса Христа, точно так же. Может ли Господь человека одного вывести на территорию? Вопрос такой, это риторический вопрос, потому что мы все знаем по двое, по трое, да, по два человека. Ну, может, вот я вам из своего просто опыта скажу, может, если конкретно у этого человека, в его, внутри, в нем вложено то, что он может это делать, и Господь его направляет. Потому что на этот демонический жертвенник, куда вышла я, неосознанно вообще, не собиралась ничего воевать, просто меня вывел Господь. Потому что доколе он сказал, ты говоришь, Господи, покажи мне призвание, ты в нем уже ходишь, и ты его не видишь, Габриэлла. Вот оно, вот туда выходи. И когда просто по водительству Духа Святого у меня внутри вот плоть, она, да, она где-то трепетала, был этот трепет душевный, да, потому что я думала, а вдруг я сейчас накосячу, а вдруг я что-то сделаю не так. А если, так я когда это все освободила полностью, пришло слово, и Господь сначала все это разрушил, и потом насадил свое, жизнь для человека этого, на которого были проклятия на этой земле, соответственно, произнесены полностью, все проклятия он убрал. То есть это важно. Я была там не одна, я была там с Духом Святым. И, конечно, легионы ангелов для этого освобождаются, просто физически мы их не видим, но они являются нашими партнерами. Каждая гора имеет своего территориального духа, который на ней закреплен. Нам нужно распознать, связать, расхитить имущество и установить алтарь Божий. Установить алтарь. Пример. Вот стратегия, когда у нас была другая тоже, смотрите, вот места силы. Как это вообще, что такое места силы? Я вкратце вам скажу. Помните, я говорила, что в марте, в конце марта этого года Господь побудил нас вынести приговор языческим богам. Вынести приговор языческим богам. Что это такое за приговор языческим богам? Мы написали документ, который отправили в Духовную канцелярию. Реальный документ. Мы написали это просто своей рукой на бумаге и в едином духе это полностью произнесли. И мы вынесли приговор на наших территориях, на территории Прибалтики, на территории Финляндии и на территории Карелии. То есть это Россия получается часть. Приговор вот этим языческим богам. Потому что на этих территориях пересекаются эти языческие боги. Их имена фактически одинаковые. Что в Латвии и Литве, что в Эстонии и Финляндии. И Карелия тоже сюда к нам относится. Что уже получается. То есть я имею в виду языческая эта тема именно. Так вот, прежде всего, Господь побудил в нас, нас сделать такой приговор. И дальше Он дал стратегию. И Он сказал, места силы. Я вообще не понимала, что такое за места силы. Но когда Господь что-то делает, Он делает таким образом, что это происходит с разных сторон. Это приходит информация и подтверждение того, что Он ведет тебя. И было одно служение тоже. Это когда встречались, и, может быть, вы слышали эту встречу, Яна вместе с Еленой Пошариной. И они говорили о местах силы. Это было понятно мне опять лишний раз, что вау, точно мы идем правильным путем. И нам необходимо было узнать, во-первых, прежде всего, что такое за места силы. И когда я начала изучать, почему я говорю стратегия, и вот это изучение до войны, до того, как мы выйдем туда, важны очень. Когда я начала изучать, то увидела, что, оказывается, наша Земля, она как бы, мы это не видим, но она имеет свою, можно сказать так, кровеносную систему. Это и реки, в том числе, вы понимаете, да, это все полностью по рекам, до чего хорошо Слово Божие пускать. Прекрасно просто. Потому что из одной вытекает другая, впадает там в другую и так далее. И происходит так, что это мы осоляем сразу всю поверхность, всю воду. Так вот, а тут совершенно другие линии. Они называются лей-линии. Опять же, водительство. Я откуда знала? Я никогда этого не знала. Но когда ты слышишь, ты понимаешь, ты идешь, и ты понимаешь, открывается то, что тебе надо изучить. Лей-линии. То есть это вся наша Земля расчерчена этими линиями, считайте. И где-то они пересекаются, эти линии. И вот это место пересечения, это и называется место силы. Место силы. Зачастую там высоты тоже. Там построены, возможно, монастыри и так далее. То есть будет, если вас туда Господь поведет, Он все вам даст. Так вот, нам показал Господь, я забила эти места силы, где в нашей стране находятся эти места силы. И мы ходили, и вот брали одно место силы. Это Пюхтинский монастырь. Но вот то, что мы раньше делали, почему я говорю, инструменты всегда могут быть разные. Понимаете? Это было совершенно противоположное. То есть вот по-другому Господь нас повел. Прежде всего, нам не нужно думать, смотрите, и самим нам решать, сколько человек пойдет. Это делает Бог. Делает Бог. Потому что, когда мы обновляли завет эстонского народа с Богом, завет с Богом всего эстонского народа с Богом, мы это делали всемиром. Число семь нас было. Хотя мы думали девять, но Господь сделал семь, которые вошли в воду в эту. Семь. Это полнота, это совершенство, число духовного совершенства, число завета, печати Божьей. И получается, обновление завета с Богом пришло. Видите? Семеро. То есть просто доверяйте. В этот раз, когда мы вышли на это место силы пюхтиться, нас было пять. Пять. И вот это мы испытывали вот на этом месте. То есть я вот первый раз такую войну видела. Мы в послушании туда пришли. Да, мы произнесли молитву тоже самое. Господь нам дал песню. И мы в едином духе пели эту песню там. И была такая радость. Вот что мы чувствовали? Благодать Божья была высвобождена. Вот пятеро нас были, как вот, знаете, просто вы погрузились в детство. Потому что мы такие вещи говорили, так смешно было, настолько такая радость была. Такой день был прекрасный, который Господь нам дал, чтобы мы совершили эту работу и пошли туда в послушании просто. Благодать и благосклонность. Вот это пять. Это и есть пять. Благодать Божья. Да, и это было поклонение. Поклонение такое было любовью, радостью Божией. Это удивительное было время. Просто этот день, вот я говорю, что останется, я думаю, для каждой из нас как такой подарок, Божий подарок, как мы вели эту войну по его водительству. Так что война, это не когда стиснул зубы, и когда ты, знаете, распорол брюхо врагу. Он будет брюхо распарата, тогда распората. Я в это верю просто. Когда вы просто танцуете на лысине у врага, вам просто Господь говорит, а сейчас танцуем, как Давид. Вот просто вы понимаете, вы начинаете ликовать просто, танцевать. И это самое мощнейшее поражение врага. В тот момент, потому что это Божий инструмент. Именно он вас говорит и направляет туда, как надо делать, чтобы мы по плоти не делали ничего. Чем грознее я скажу, тем будет лучше результат. Не будет, поверьте мне. Не будет. Я грозно говорила. Ной на высоте сделал жертвенник Господу и посвятил это место Богу. Мы должны понимать тактику и стратегию врага, и нужно понимать, для чего мы воюем. Наша задача – осолить воду, захватить высоты, утвердить в них Божью истину, поставить там ангела, захватить ворота также, и потом уже строить церковь. Это очень интересный момент был, когда нам, вот этот человек, который здесь стоит, от Ольги Дмитриевны церкви, Сергей Залетов, это все нам давал. Для меня было это все ново, как возможно для вас. Я думаю, какую церковь? Вот, друзья, я думаю, какую церковь установить, строить? Это что, я буду строить церковь? Так, если дословно понять. Просто мы берем ответственность, да, создавать молитвенные группы, молясь за место, за территорию, куда Господь вас насадил, поставил. И каждый из нас может за три года, вот это Сергей говорил, меня удивило, создать церковь с нуля. Что это такое? Он рассказывал свое свидетельство, то когда конкретно Господь ему показал место, за которое он молился, и он делал все точно так же по водительству, Духа Святого, там связал так же сильного и так далее. И он молился за это. И там открылась церковь. До этого, потом просто, когда он разговаривал с пастором, и он сказал, сколько мы пробивали это место и хотели тут открыть, никак невозможно было. Нужно полностью просто было прийти, понимаете, поменять атмосферу, связать сильного. И тогда туда приходит Божья атмосфера. И тогда с легкостью решаются все Божьи дела. Вот то, что мы делаем. Что такое церковь? Вы даже, может быть, не будете знать, но у вас будут открываться в вашем городе новые церкви, новые домашние группы и так далее. Потому что атмосфера меняется в городе, власть меняется в городе. Да? И это мы делаем. Нужно понять духовные законы. И необходимо взять именно вот эту, как я сказала, ответственность и стать рупором Божьим. С высоты покрывать, покрывать красотой, говорить, как власть имеющей. И ты становишься территориальным духом на этой территории. То есть это через тебя Бог становится. Понимаете, да? Что не мы там какую-то, чтобы мы понимали это. Мы тело его. Мы инструмент. Он голова. И мы просто соглашаемся это. Потому что это прописано в нашей книге. Ну, у каждого в книге свое написано. Просто надо узнать, где же мое место конкретно. Да. И когда вы идете, вас много. Потому что с вами, с вами, внутри вас, кто? Господь, Дух Святой, Отец, внутри полностью. Поэтому вот я говорила, со мной люди так же есть. И они могут быть, а могут быть, и вас одного человека вас направят. Например, вы чувствуете это. Вот. Не надо сомневаться. Просто если есть люди, которые могут в тылу стоять и молиться за вас, то же самое, когда вы, допустим, выдвигаетесь куда-то. Да. Но опять же, это необходимо сделать. Это четвертый шаг. Но первые шаги, это вы помните, да, инвентаризация вашего дома. Картография, да. Когда вы молитесь за себя, за свою семью, за расширяем шатер, за уже братьев-сестер во Христе и четвертая только территориальная война. Никак не наоборот. Сейчас вот прямо просто с кондычка я пошла куда-то и что-то начинаю делать. Такого не может быть, и Господь не пошлет вас туда. Для этого просто подготовка нужна. Так, со мной. Так, люди, это я вам сказала. Теперь нужно быть по цели. Наслаждать церковь с нуля. Мы должны договориться с духовными сферами. И мы пришли, освободили и ушли. Вот это цель спецназа. Пришли, освободили и ушли. Поставили там конкретно, когда ангела выставили. И, соответственно, как я говорю, жертвенник установили, алтарь Божий. Это может быть хачкар, слово Божье, просто заложили там. И направить духовную энергию, вот то, что нам говорили, очень важно в наше время. Это на наших детей, на нашу молодежь, на наших подростков. Да, идет атака. И поэтому очень важно, когда уже Господь расширяет ваши шатры, когда вы идете и обходите и детские садики родные, и школы, и учебные заведения точно так же, и с мудростью Божией, и со стратегией, которую вы получаете от Духа Святого. Да. Но начать со своего дома. Историческая канва очень важна. Нам нужно понимать, в какой земле мы живем. Помните, я говорила это ранее. На каком основании построен ваш дом, где вы живете? Что ранее там было? Может быть, кладбище? Может быть, там были какие-то войны, кровопролитие? Может быть, там были убитые евреи, например, на этом месте? Может быть, там был жертвенник какой-то, демонический раньше, языческий? Нам необходимо это понимать, потому что это влияет на всю атмосферу. Это. Нам необходимо, это вот как называется историческая канва. Исторические события, карту своей местности мы изучаем так же, как вы помните. Чем именно называлась, называется, например, или называлась та или иная улица тоже, да? Почему этот памятник именно стоит на этом месте, например? Что на этом месте раньше было? Потому что вот так, когда мы ходили, мы увидели, что, допустим, там, где был имперский дух ранее, туда и сейчас, в наше время, поставили такого же имперского духа. Понимать, только он по-другому выглядит как бы. А так, такой же дух стоит там. Но сейчас уже не стоит, потому что мы его взяли, там, это место связали полностью. Но был, находился там. И это делается все постепенно. То есть не произойдет, вот сейчас многие у нас такой сезон, но, наверное, сейчас уже это прошло, когда начинают все высаживать там, ну, вот эти, как они, ростки. Я сама не сажаю, поэтому я далека от этого. Но я вижу просто, что вот у соседки на втором этаже, например, у нее, прежде чем высадить эти помидоры к себе там куда-то на огород, в теплицу, она выращивает это, семечки сажает, и у нее на подоконнике это все, значит, соответственно, поливается и растет. Начинается зародыш и там, на подоконнике у нее. Так вот, здесь то же самое. Это процесс. Процесс. Без процесса мы никак не можем. Но невозможно быть, когда мы, нам три года, пойти сразу и изучать информацию или там учебку, в школу, например, в 10 класс. Это процесс, это невозможно. Поэтому просто я к тому говорю, призываю к терпению и смирению. Да, мы посвящаем место Богу в конце, да, после стратегических шагов определенных. Поговорить с Богом о местности необходимо, выяснить, что там в прошлом было. Да, и пример, вот смотрите, например, у меня есть карта, карта города Таллинн, в котором я родилась, в котором я живу, это столица Эстонии. Она 1894-1895 года. И она у меня висит в спальне, в спальне. Я вот потом думала, что я в портале нахожусь. То есть не в ногах, можно так сказать, это стена, куда вот у меня направлены ноги мои. Вот такая огромная карта, то есть большая. Мне подарили просто ее коллеги, эту карту. Это я понимаю, что Господь их побудил. Это неверующие люди. Они мне подарили эту карту. Понимаете? И когда, ну, они в душе верят, как это многие говорят. И вот когда эту карту я повесила, что я там увидела? Историю местности. Там полностью на этой карте, я вижу, что в 1894 году, например, вот были рядом в моем, вот где я живу, районе, почему улица Ласте-Коду, это, сейчас вам скажу, как детский дом этот, почему она так называлась. Потому что там были детские приюты. Вот поэтому она так и называлась. Видите? Там все на ней полностью видно, что там было, как там было, почему важно изучать. Вот. И на ней у меня висит баннер со словами. Там лев, да? Вот. И по облакам двигается, и внизу написано откровение 22.20. Ей гряду, ей гряди. Вот это, да? Вот. Тоже я понимаю, что это пророческий акт. Я просто вот этого духа, который был на вот этой местности, на территории города Таллина, просто его покрыло. Вот полностью закрыло, понимаете? Обесточило как бы. Причем это было неосознанно, что вы понимали. Господь делает. Просто я доверяю, я это повесила, я понимаю, что я исплю с этим, то есть у меня ночью я бдю, как говорится, сторож. Так. История местности. Что происходило на территории, где я живу? История войн, церковь, какая старая, может быть, была болото, лес, то, что я вам ранее говорила, изуродованный лес, может быть, да, какой-то, сухой лес, нет жизни, кладбище и так далее. Теперь. С уважением относимся к тем вещам, это сейчас я очень важную вещь скажу, которые христиане делали до нас на этих высотах, на этой территории. Потому что, смотрите, часто бывает так, мы видим других людей, которые ходили там 30 лет, 40 лет назад, у них были другие инструменты. Например, они брали крест и, например, они просто прославляли Бога или молитва, обычная молитва. То есть, ну, благословение и так далее. И мы начинаем, ой, ну что это же за война? Вот война, вот у нас и так далее. Не может быть такого, потому что они жили в другом Божьем сезоне, в другое время, когда Господь давал им те инструменты, которые были актуальны для того времени. Но когда мы высвобождаем вот этот строительный материал через наши уста, и вы, наверное, помните, что на одной встрече я сказала, это самое важное, потому что это и есть, это и есть у нас, получается, инструмент. Это чем мы сражаемся словом, словом. И это слово, если мы, например, говорим, ну что вы там ходили, они там, ну это не производили и так далее. Но это, может быть, не сразу вам пришло такое, возможно, вы это делали. Всегда можно покаяться за это и сказать, Господь, прости, я видела по-другому. Потому что нет одинаковых инструментов. Господь вперед двигается, и Он может все разное давать. И поэтому и надо быть постоянно в глубоком отношении с Ним, чтобы понимать, что сейчас актуально. И поэтому важно то, что мы почитали и уважали то, что делали, которые шли перед нами, перед нами. Очень важный момент такой. Потому что, когда мы высвобождаем, смотрите, и начинаем выступать в роли судьи, хотя Господь нас туда вообще не выдвигал, вот в этот, мы начинаем выступать. Прежде всего, вот эти раскаленные угли, это идут на человека, и поэтому легальное право дьявол имеет атаковать его и его семью. И на нас точно так же. Потому что, каким судом вы судите, таким будет и судимый точно так же. Поэтому это очень важно, что исходит за наших уст. Кто взял высоту, тот победитель сражения. Высота контролирует весь город. Вот это вот надо просто понять. Высота контролирует. Там самый главный, вот этот вот сильный. Есть языческие жертвенники в наших городах, древние такие, знаете, куда и сейчас могут ходить представители, допустим, неоязычества. Вот. И тогда, которые стремятся к возрождению исторических, языческих верований вот этих. Есть такие люди, у нас есть в Эстонии такие люди. А есть современные жертвенники. Сейчас они тоже существуют. Вот, например, куда могут приходить ваши знакомые, да и христиане могут туда тоже приходить. Весь вопрос, что мы там смотрим. Это легко попасться вот на эту, так сказать, удочку дьявола. Это кинотеатры. Это кинотеатры, например. Да? Это воздействие на разум, где происходит. Это где через глаза, через уши, через это, может прийти демонический мир. В кинотеатрах люди могут легко получить вот это проклятие. Совершенно неосознанно. Неосознанно. Да, это как по определению, знаете, сейчас является, к сожалению, демоническим порталом. Его тоже закрывается. Обходится просто вот то же самое по водительству. Обходится это место, да? Вот, когда вы призываете кровь Иисуса Христа, туда вы можете проводить линию крови Иисуса Христа, призывать огонь Духа Святого и то, что Господь даст, молиться, помолиться так, что Он даст. Если Он скажет, ты можешь использовать, допустим, против колдовства молитву. Есть такая вот тоже стандартная молитва против колдовства. По-моему, мне кажется, Яна давала ее. Ее можно тоже читать. У нас так было, что в парламенте мы именно эту молитву использовали опять по водительству Духа Святого, да? Поэтому эта молитва, она действительно была действенна тогда и происходили, произошли после этого в парламенте перетрубация. Полностью вот в одной партии центристской перетрубация. И как раз мы там и были со знаменем Божьим. И его, так сказать, открыли там. То есть мы не где-то там сумки держали, а просто ходили со знаменем прямо в парламенте. Да. Так вот, получается, что в кинотеатрах, смотрите, может демонический дух входить человека через глаза, уши. Как это видно? Человек начинает агрессировать в жизни вообще, да? На близких, родных, сослуживцев то же самое. Вот эти, с кем работает вместе. Гнев, агрессия, бунт, нежелание учиться, например, да? Боль человек другому начинает делать, да? Это дух антихриста. И это тоже, как я сказала вам, является, кинотеатр такое место, жертвенник является. Теперь я сегодня хотела сказать немного о воротах. Смотрите, то есть есть высоты, как я сказала, исторические, и пусть Господь даст вам мудрости тоже. И есть неисторические, то есть которые уже в наше время построены, дома высокие и так далее, это тоже высоты, гостиницы, это тоже высоты, их тоже можно обходить. Вот. И есть ворота. Что такое ворота? Духовные ворота, на которых также ставятся, могут постоять жертвенники и производить колдовство могут. Обычно у ворот города и производили колдовство. Я имею в виду эти колдуны разные, да? Вот. Итак, есть границы земные. Это мы, если с вами берем, вот как машины ездят. Вот, допустим, из нашего города в другой город. И там есть определенные границы, где наш город заканчивается и начинается уже другая территория. Вот это и есть ворота, черта города, где написано, например, Таллинн и перечеркнуто. Вот здесь она уже как бы вот, он заканчивается здесь. Вот ходить на эти ворота. Мы ходили полностью, все ворота закрыли в нашем городе, полностью все. И хочу вам сказать такое свидетельство, что очень часто на этих воротах там есть источник вода. Это может быть какая-то канава, вот такая, да? Это может быть, я даже не знаю, как канал такой, но есть часто вода, обратите внимание. Поэтому на ворота, на вот этой высоте, на ворота, простите, хорошо, когда вы берете что-то, то, что, соответственно, очищает эту воду. Это соль может быть, да? И это может быть, допустим, камни с местами из Писания точно так же. Вот, вот это тоже может быть. И могут быть мосты. Мосты, это тоже ворота. Сейчас я последовательно вам расскажу. То есть есть земные, вот эти, автовокзал, это ворота. Вот сам автовокзал, это тоже ворота. И мы тоже его брали, обходя его, с молитвой вместе, осоляли эту территорию и так далее. Я помню это в самом начале, когда мы двигались. Вот, теперь какие еще есть ворота? Воздушные, это аэропорт. Это аэропорт, это то, что приходит воздушным путем к вам в город. Вот где вы живете? Воздушные, водные ворота есть точно так же. Это, соответственно, вот где отходы корабли отходят, да? Вот эти пассажирские и так далее. То есть, и может быть торговый тоже, ну, то есть это как порт, порт, назовем морской порт. Это тоже ворота, въезд в город, да, ворота. И подземные есть ворота точно так же. Вот здесь подземными воротами, здесь по-разному может быть подземные ворота. Вот, как они выглядят, как там и так далее. Потому что это порталы даже могут быть, подземные демонические порталы, они являются воротами для прихода демонического мира, допустим, да? Мы их можем полностью запечатывать кровью Иисуса Христа. Опять же, только по водительству Духа Святого. Если вас туда Господь посылает, Он покажет просто этот портал. И, по-моему, я это говорила, свидетельство, когда я была в Паневежесе, это Литва, в Литве, очень красивый город. Вот, и просто мы с сестрой, с одной, она тоже воин Иисуса Христа, но из Литвы. И, значит, мы просто обходили, она просто показывала свой город и так далее. То есть совершенно не было никакой цели воевать. Вот, и я не приехала туда воевать, а там совершенно другая у меня была цель. И, соответственно, мы зашли в один двор, назовем его так, такой закрытый дворик. Видно было, что старинный, потому что, я думаю, что это старинное здание само по себе было, такое вот деревянное. И на этом, на воротах, там был ключ. И потом я увидела дерево. Дерево, которое не было живое, то есть на нем не было зелени никакой. Это было как бы мертвое дерево, но оно было довольно-таки в объеме такое значительное, скажем так, да. И стояло оно, и на нем было очень большое количество ключей. Ключи обычные, от квартиры ключи. Они были прибиты туда. На нем, я рассказывала, по-моему, была лягушка, был там петух какой-то, это все демонический мир. Вот. И когда я увидела это, вокруг него еще были скамеечки. Послушайте, это очень интересный момент, да, там где есть скамеечки. Просто посмотрите, а зачем там собираться? Очень часто это. Очень часто. Кто на этих скамеечках сидит? Мы их не видим, но там могут собираться шабаши. Ведьм могут быть. Так вот, и я увидела скамеечки, и когда я к дереву подошла, я просто в духе увидела, что это демонический портал. И почему там ключи висят? Потому что люди просто, у них такое, как сказать, вера такая, это язычество, что вот я возьму ключ от своей квартиры, туда прибью, это я даю богам, смотрите, во множественном числе, прийти, значит, и благословить, образно говоря, мою жизнь, мой дом. На самом деле, это я даю демоническому миру прийти, официально, прийти в мой дом. Вот. И они как бы вот чисто, символично, естественно, это не ключ от квартиры человека, он просто покупает ключ и прибивает, как бы, что это от его, от его как бы, и сердца, и от него самого, то есть он туда, это посвящение называется, понимаете, неосознанное, неосознанное для многих людей. Вот. И когда я это увидела, я понимала, что этот портал надо закрывать. Да, и хотя я не приехала туда воевать, но на следующий день мы выдвинулись с сестрами и все там полностью, полностью, все разрушили, полностью все очистили и насадили Божью природу, и потом пообщались еще с людьми, которые имели вот это как раз таверну, вот этот дом, это их был дом, получается, да, соответственно, и они там, они, вот как Господь усмотрел, смотрите, как интересно. До этого мне сестра сказала, что обычно это всегда закрыто, она открывается только тогда, когда приезжают какие-то, по-моему, насколько я помню, спортсмены в город, и вот это вот место, где собираются там эти спортсмены, это как таверна такая, как я не знаю, как она по-другому называется, ну как, скажем, не кафе и не бар, но такой, как, ну, в старину было, да, и, соответственно, и мы понимали, что она напрямую связана с этим деревом, с этими ключами и так далее, потому что рядом были ворота с таверной, и там был тоже ключ этот, вот, и Господь усмотрел все, она была открыта, более того, там были хозяева этой таверны, с которыми я разговаривала, я узнавала просто, как приехал, я сказала, я приехала из Эстонии, мне очень интересно, историю услышать этого вот дерева, но мы уже там все разрушили, уже все, а пришли туда почувствовать атмосферу, в эту таверну, чтобы принести туда Божью атмосферу, но что Господь нам показал, над входом этой таверни, я увидела, висела картина, Иисус с Самарянкой, у колодца, Иисус с Самарянкой, вот вы представьте себе, просто это, я еще спросила, откуда вы взяли эту картину, они сказали, что когда мы купили это место, то мы обнаружили наверху на чердаке много разных вещей, и там была вот эта картина, вот эта картина, я говорю, вас Господь благословил, ваш вот это место полностью, то есть Господь уже туда, Он нам показал, и я-то там уже все давным-давно одержал победу, но мы туда пришли по водительству Бога, мы, посмотрите, мы не помогаем Богу, это очень важно, чтобы вы понимали, мы не помогаем, нет, мы ему, мы не помощники, то что Он что без нас не справится, нет, Он уже одержал победу, но мы по Его водительству, как Его тело, идем и утверждаем это на территориях, вот, потому что, смотрите, для того, чтобы, например, где-то дух зависимости, Он не действовал на людей, не было бы вот этой алкогольной зависимости, этих магазинов, это не надо там кричать какие-то там молитвы около этих магазинов, там и разрушать, нет, нужно просто иметь водительство Духа Святого, и Он покажет, как это нужно делать, и так далее, высоту взять и ворота, вот, про которые я вам говорю, въезды в город, есть также, и вот, как я говорю, подземные, это из подземных ворот, вот это было как раз дерево, да, и есть ворота малые, есть ворота малые, это мосты, это магистрали, любой мостик, независимо, какого он размера, это ворота, это, даже вот, если я возьму, когда я увидела свое предназначение, Господь мне его просто показал, это было открытое видение, открытое, в первый раз в жизни, вообще не поняла, как это возможно было, вот, тогда я вообще не понимала, как это я, так, находясь здесь, машины рядом, светофоры, люди ходят, вот тут строительные магазины, вдруг я вижу, открытыми глазами, вот где, мое призвание, в чем, да, вот это, что я сделала тогда, в этот момент, перед тем, как я это увидела, я входила в ворота, это светофоры, это пешеходные переходы, это тоже ворота, чтобы вы знали, что ворота, это не только ворота, как мы их понимаем, да, как, вот, нет, ворота, это разные вещи, где переходите вы, лифт, это ворота, то же самое, допустим, остановки автобусные, троллейбусные, это ворота тоже, в метро вход, это тоже ворота тоже, да, соответственно, это все ворота, как правило, все оккультные действия начинаются при въезде в город, что такое оккультизм, вы помните, дух, с какой дух с этим связан, оккультизм, помните, да, и колдовство, дух дракона, вот это я говорила на предыдущих встречах, дух дракона, вот, то есть, соответственно, для чего они это делают, Зачем они там всякое вот это ставят, дуб дракона, чтобы в город не пришло ничего доброго. То есть вот какая вещь, понимаете, они вот это делают. Наша задача какая? Прийти, навести порядок. И как, знаете, моей приятельнице сын говорил, чья комната, это он не выговаривал букву М, комната, тот и командует. Поэтому чья комната, тот и командует. Если мы понимаем, Господь посылает, значит, мы и становимся этим территориальным духом как Господь через нас на этой территории. Раньше у ворот сидели мудрые люди, которые молились за город у ворот. И мудрые вещи звучали. Если мы возьмем в Писание, посмотрим, притчи 8, 1, 3. Не при мудрости взывает и не разум ли возвышает голос свой. Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. Видите? Вот здесь даже написаны места, какие важные, где мы можем благословлять полностью, покрывать молитвами полностью наш город, то же самое, и жизнь провозглашать, а не разрушение. Жизнь, город. Да, и ангелов-миротворцев расставлять. Тоже, это тоже очень важные моменты. Итак, очищать ворота очень важно. И притчи 8, 34 тоже сказано. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Видите? Мы также расставляем ангелов у ворот. Точно так же ангелов. И я помню, когда мы брали одни ворота, расскажу вам, такая интересная была ситуация, брали одни ворота, и там была вода, как я сказала, был тоже мост, мост был большой, прямо через вот эту, знаете, через эту магистраль, вот такой огромный мост. И когда мы уже взяли, всё там сделали, произвели по водительству Духа Святого, и мы с сестрой начали удаляться оттуда, и вдруг у меня мысль приходит, ну, естественно, человеческая мысль. Вот, я такая думаю, интересно, я поставила там ангела. А как он, ангел, будет стоять, если мост такой большой? Я вот вам рассказываю всё, как бывает иногда, когда ты как бы думаешь, а как это, да? И Господь тогда показывает, но его очень забавляют такие моменты, потому что он видит и говорит, ну, будьте как дети. Я оборачиваюсь, оборачиваюсь так на этот мост, потому что мы его уже прошли, оборачиваюсь, и я вижу этого ангела. Я вижу, что этот ангел, вообще-то мост был под его ногами. Понимаете, я видела мост, как он огромный, а он был под его ногами вообще, один ангел там стоял. Там не надо множество ангелов, он огромный был просто, этот ангел. Ангел-привратник, который не позволит в ваш город ехать к какому-то ангелу-губителю, или к чему-то плохому прийти, да? Вот. Мы также расставляем ангелов у ворот, где я расставляла, это в кладбище, вот вход в кладбище тоже имела такое водительство, и я там как ему, я не только ангелов расставляла, я там ставила места из писания тоже, на воротах тоже. И эта вот книжка вам может помочь, это молитва, обращающая демонов в бегство. Там есть уже места из писания, и там есть определенный раздел на ворота против Духа Изавелия. Так что там все уже готово. И вы можете использовать эти места из писания. Я-то просто их вот пишу и знаю как бы уже наизусть. Исайя 45.2, например, да? Псалом 23.7. Это поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Это Псалом 23.7. Или Псалом 126.5 также, да? То есть вы просто можете писать это и оставлять, оставлять на этом месте. Это и есть жертвенник, это алтарь Божий, это Слово Божье, которое будет на воротах конкретно. Итак, что мы производим на воротах? Покаяние, первое, греха. То есть заместительное покаяние. Прости Господь за тех, кто здесь совершал, и вам Господь покажет. Там нет такого, что... Расскажите, пожалуйста, от пункта А до пункта Б, какие слова я должен произнести. Были ворота, это не в моем городе. Это первый город, я рассказывала вам, я брала не свой город, так получилось, а почему-то Марду. Это соседний город. И вот там конкретно просто я чувствовала вот такое, что там было колдовство, и что там было насилие, и там было убийство. То есть кровь проливалась, это я чувствовала, просто духи я чувствовала. И я за это каялась. То есть первое – это покаяние в грехах, исповедание получается, да. Второе, что мы делаем на воротах – связать всякий дух в воздухе у ворот. Третье, потому что вы не можете не связать его, то есть как бы, как вам сказать, вам нужно сначала его связать, и потом расхитить его имущество, да. То есть полностью или разрушить разные жертвенники, если вы увидите на воротах камни какие-то и так далее, что-то там. Третье – призвать огонь Духа Святого. Четвёртое – призвать кровь Иисуса Христа. Но мы обычно говорим, я провожу линию крови Иисуса Христа. И неважно, в какой последовательности вы делаете. Смотрите, это я вам просто сейчас говорю. Это как вот, как я говорила, скелет, вот этот тот, который приблизительный. Главное, как вас ведёт Дух Святой, а не этот скелет, который я сейчас вам даю. Пятое – провозгласить Господа Царём на всех вот этих, если вы идёте на высоты, то, соответственно, на высотах, а также на воротах и поставить ангела там. Вот то, что я вам говорила, как я увидела, что огромный ангел был. Шестое – молитва о покаянии жителей местности и преобразовании их мышления. То есть мы молимся за то, чтобы пришло массовое вот это покаяние, потому что драгоценные, когда мы ходим, приходит атмосфера Божья. Понимаете, наше вот это служение – это ноги, ноги. Когда приходим мы туда, меняется атмосфера Божья, потому что Он через нас приходит туда. Понимаете? И тогда происходят изменения. И в семьях тоже самая атмосфера меняется. И люди не знают это. Просто мы так, наверное, созданы, что мы хотели бы видеть эти изменения, потому что эти свидетельства нам ещё больше дают уверенности, силы. Но мы верим в невидимое. Мы верим? Верим. Здесь то же самое происходит. То есть люди каятся. И вот это покаяние, которое массовое Господь мне когда-то показал, оно будет во всех наших странах, во всех наших городах. Потому что перед Его любовью никто не устоит. Он так любит. Он даже любит тех, которые сейчас служат не Ему. И Он ждёт их. Вот вы представьте. Потому что есть такая точка, как я говорила, не возврата, а есть точка возврата. И Господь видит это всё. И Он нам показывает частями. Мы даже просто частями это видеть. Иногда хочется полную картину. Но поверьте мне, когда Господь показал часть моего призвания, я думала, меня разорвёт на части. Потому что я начинала его к себе, как по плоти, получается, надевать на себя, как на костюм. И получилось что у нас? И получилось то, что я стояла, и я заплакала. Я заплакала реально, потому что я поняла, я хочу исполнить твою волю, я всё говорю, говорю, а я не могу. Потому что я примерила на себя. Но это Господь делает. Это не я делаю. Если Он сказал да, значит, это так и есть. Второй пункт, Светлана говорит, повторить. Связать всякий дух в воздухе у ворот. Вы потом можете в записи послушать это тоже. Итак, значит, шестое. Молитва о покаянии жителей местности. Господь, да? И преобразование их мышления. Седьмое. Насадить Божье семя. Благословение. Благословить просто этот город. Насадить Божье семя. Итак, драгоценный, важно знать позицию власти вашей. Потому что вы имеете власть. И мы не пришли сюда просидеть. Но никак не пришли. Проспать. Но никак. Мы пришли сюда. Понимаете? Узнать. Как говорится, прежде всего ищите Царство Небесное. А остальное всё приложится. И это по ту сторону креста. По ту сторону. Не только у креста остановка. А по ту сторону. Нам надо через крест перейти. И это и есть, когда вы входите в своё призвание здесь на земле. О чём вы договорились с Богом 6 тысяч лет назад. Вот вы пришли в этот сезон. И теперь, чтобы исполнить Его волю. И это самое вообще, это самое ценное, что мы можем сделать здесь. Потому что тогда жизнь приобретает Божий смысл. Тогда вы понимаете. Потому что сколько бы людей, если брать в миру, они бы не старались обогатиться. Они не получают, вы знаете, от этого никакого удовольствия совершенно. Всегда кажется мало и всегда ты несчастлив. И всегда чего-то не хватает. Потому что не эта цель Божья совершенно нет. А другая. Мы богатые. Мы очень богатые с вами. Потому что мы знаем, кто мы во Христе. Итак, важно занять позицию власти на высотах и воротах. Первое. Второе. Начать править и владеть, управлять с высот. То есть, когда вы ходите, и вы периодически, с периодичностью, здесь нет такого, а через сколько ходить, Габриэла? Это не рецепт, как принимать лекарства. Это как поводительство Духа Святого. Вы чувствуете побуждение, вы пошли на высоту, и вы провозглашаете оттуда всё то, что Господь вложил в ваше сердце. Конечно, это благословение на город. И ещё другие вещи. Сейчас скажу. То есть, вы правите там, управляете действиями, событиями и решениями. То есть, власть в духовном мире. И церковь, она на высоте. Как Господь сказал, она грозная, как полки со знамёнами. И поэтому вы высвобождаете то слово, которое в уста ваше вложил Господь, на этой высоте. Пример. Только те законы, Господь, на которых есть твоя Божья печать, они принимаются в этой земле, в этом городе. Вы просто это провозглашаете. Потому что мы, когда провозглашали, и потом смотрим, через некоторое время пишут в газете, что это единственная страна в Евросоюзе, которая отказалась от каких-то вакцин. Вот сейчас опять продвигают же это, вот это всё. Они отказались. Представьте. Но для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы в духовном мире сначала что-то произошло. Тогда и будет в физическом мире. Потому что всё начинается с духовного мира. Третье. Применять ресурсы. Об этом мы поговорим в следующий раз. Есть определённые элементы Божьи тоже. Ну, сотрудничество с этими элементами. Четвёртое. Запрещать искоренять нечистый мир. Вы запрещаете. Я полностью, вы говорите, аннулирую всякие демонические планы, прежде всего, которые поставил демонический мир на меня, на моих близких и родных, на моих братьев и сестёр во Христе, на людей. Если, опять же, Господь расширяет ваши шатры, и вы уже ходите в четвёртом разделе этой территориальной войны, тогда вы говорите с высот, вы говорите это. Вы представляете, какая сила там приходит и мощь конкретно Божья, да? Первое. Запрещать искоренять нечистый мир. Все жертвенники допадут полностью. Все места силы, да будут полностью там поставлены алтари Божьи. Пятое. Противостоять планам врага, аннулировать их со властью Божьей и по водительству Святого Духа. Что мы производим этим? Меняется, как я сказала, атмосфера в вашем доме, в домах у ваших близких и родных, у ваших соседей, в городе, в стране, если глобально посмотреть. На этом я хочу сейчас докончить. Да, и давайте, может быть, как обычно у нас помолиться. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя за этот час, за то, что Ты высвободил сегодня через меня, Господи. Спасибо Тебе, Господь, что Ты говоришь, верен в малом, верен в большом. Спасибо Тебе, Господь, что Ты ведешь из силы в силу, из славы в славу каждого из нас. И спасибо, Господь, что Ты нелицеприятен, что Ты для каждого дал столько даров и талантов, которые могут служить, прежде всего, Господь, конечно, на Царство Твое и детям Твоим. И я, Господь, молюсь о том, чтобы каждый человек, кто находится сейчас в этом эфире, он познал свое место в теле Христа. Он был мудрый, Господь. Он был Вадим Духом Святым, Отец. Чтобы перешли, просто пришли полностью во все сферы каждого человека, Твои Божьи изменения, Твоя любовь, Твоя радость, полностью то, что дьявол пытался разрушить, чтобы это было восстановлено во всех сферах физической, душевной, духовной и финансовой. Господи, мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем двигаться как одно тело, как одно тело. И Ты голова, Господь. И куда Ты повернешь голову, туда повернется Твое тело. И я молюсь еще, Господь, о том, чтобы пятигранное служение в каждом городе, в каждой стране, на планете Земля, Господь, в Твоем Царстве, ибо здесь Твое Царство, как и на небе, чтобы каждый человек, будь то пророк, апостол, учитель, пастор, евангелист, но чтобы Господь, Он ходил в Твоем даре, Господь, и чтобы было духовное единство между этими пятью гранями. И пусть будет все по слову Твоему, ибо Твоя воля благая, угодная и совершенная. Молились к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа и из Назарета. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok